На лыжно-биатлонном комплексе Алатау завершился Кубок Казахстана по биатлону. В отсутствии лидеров национальной сборной, которая готовится к чемпионату мира, за звание сильнейших боролись вторые и третьи номера нашей команды. Не первые номера выступают, но эти старты тем и хороши, что в отсутствии сильнейших вторые номера могут проявить себя. В принципе, так оно и происходит. То есть сказать, что соревнования республиканские эти проведены без национальной сборной, и это плохо, а наоборот это хорошо. В старте приняло участие около 70 биатлонистов. Индивидуальные спринтерские зачеты не преподнесли сюрпризов. Среди женщин не было равных Галине Кульзаевой, представляющей Акмолинскую область. 25-летняя Анастасия Усанова два раза завоевала серебро, а Светлана Климова собрала солидный урожай бронзовых наград. Соревнования прошли благополучно, интересно. Погода нас порадовала. Трасса была замечательно подготовлена. Все хорошо. Лучшему мужчин стал 22-летний Антон Пантов из Павлодара. В его активе две медали золота и серебро. В спринте Викторию праздновал Альберт Гумаров, а Николаю Братченко дважды покорилось третье место. Ну а завершали кубок соревнования по смешанной эстафете. Отметим, что в нашей стране впервые прошли состязания по этой дисциплине биатлона. Очень перспективная дистанция тоже. Но надо вот, пока еще как бы все не начали ее применять, надо, я считаю, что надо потихоньку начинать у нас в Казахстане сразу, чтобы мы не отстали потом, когда начнут их проводить. Первой дистанцию преодолела безоговорочный лидер соревнования Галина Укульзаева из Акмолинской области. Преимущество добытой спортсменкой помогло ее команде занять первое место. Вторыми финишную черту пересекли спортсмены из Павлодарской области. Они уступили лидерам более двух минут. Параллельно со взрослыми в кубке участвовали юноши-юниоры. Здесь не было равных воспитанникам Восточно-казахстанской школы биатлона. Среди них можно отметить 17-летнего Владислава Миропольского. Юный спортсмен одержал победы во всех трех гонках кубка. Ну сегодня было, правда, сложно, потому что бежишь, не знаешь, где кто бежит, правда. Ну я как бежал на обу, можно сказать. Но получилось все равно обогнать чуть-чуть. В следующий год я, как уже говорил, хотел на мир отбираться. А там вот показывать тоже. Прошедший старт показал, что у нас подрастает перспективная молодежь. И если тренерский штаб казахстанской команды будет продолжать работать в этом же направлении, то мы сможем вырастить своих Мартена Фуркадов и Магдален Нойнер. Подрастают молодежь, вот юноши и девочки есть перспективные, которые подрастают, которые будут как бы в помощь уже нашей, как бы, Яшневской. Есть такие девочки, но пока подрастают. А уже 11 февраля наши стреляющие лыжники примут участие на республиканской спартакеаде, которая также пройдет в лыжном биатлонном комплексе в Солдатском ущелье. Продолжение следует...